Норильские новости Норильские новости На праздничной линейке Побывала Надежда Балдакова В 13 школе в этом году 125 первоклашек Их первый учебный день по традиции Начался с торжественной линейки С днем знаний ребят поздравили Глава города Дмитрий Карасев Его заместитель по социальной политике Наталья Коростелева и директор школы Радик Каримов Уважаемый город ваших Я уверен, что в этой школе вы получите качественные знания И помимо этого Вы сможете также принять участие В удивительной, интересной, честной жизни Этой школы Я имею ввиду спорт, культуру Имею ввиду различные олимпиады И многое другое Я абсолютно уверена, что каждый день Будет приносить вам новое знание Успехи Не останавливайтесь никогда на достигнутом Идите всегда вперед Будьте терпеливы Служите внимательно свою первую учительницу Помните все ее наказы Пусть вам в этом пути наше слово будет Вторым домом Чтобы вы в этом доме получили Некольное знание Чтобы вы в этом доме получили Идите новых друзей Первоклассники воодушевлены И готовы учиться Многие ребята готовились к школе заранее И уже умеют читать и писать Я умею читать Я тоже буду хорошо учиться У меня два настроения Школьное и хорошее А школьное это какое? Расскажи Ну, когда Ну, когда хочешь учиться И все такое Но не только у первоклассников Сегодня особенный день Для их родителей день знаний Не менее волнительное событие Пошла сегодня дочь в первый класс Очень волнительно, радостно И в то же самое время Это новый жизненный этап Который грядет Новые перемены Эмоции Новые друзья Как у нее, так и у меня Возможно, с родителями будем дружить И общаться Поэтому позитив только настроен Мы вперед Дружно, мирно победим Стоит отметить, что за последние пять лет Количество первоклассников в нашем городе Увеличилось более чем на тысячу человек Для всех детей день знаний прошел в офлайн формате Но количество родителей на торжественной линейке Ограничили в целях соблюдения антиковидных требований Надежда Балдакова, Александр Вори Норильские новости В первой гимназии 33-й школе Тоже побывали высокие гости С днем знаний первоклассников Поздравили сенатор Российской Федерации Валерий Семенов И депутат законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова Сенатор Российской Федерации Валерий Семенов не случайно приехал с поздравлениями Именно в первую гимназию Когда-то ее закончили две его дочери Валерий Семенов пожелал родителям учеников терпения А самим школьникам успешной учебы Поэтому хочу пожелать, чтобы в школе, во-первых, были только хорошие отметки Во-вторых, вы очень уложительно и с большой любовью относились к педагогам И никогда не забывали, кто вас привел в первый класс Это ваши родители Поэтому вас с праздником, пусть у вас все получается Людмила Магомедова поздравила первоклассников 33-й школы Депутат Законодательного собрания Красноярского края Пожелала крепкого здоровья их родителям И поблагодарила учителей за верность выбранному профессиональному пути Спасибо вам за все, что вы делаете все эти годы Спасибо вам за верность и преданность нашей профессии Надежда Балдакова, Александр Вори, Владислав Моисеев, Норильские новости В школы пришли и молодые специалисты Норникеля Они проводят профориентационные уроки для первоклассников Акция проходит ежегодно уже более 10 лет В рамках корпоративного проекта «Клуб профнавигатор» Детям рассказывают о работе в компании И дарят эксклюзивные подарочные наборы Главный подарок в этом году – издание книги Норникеля Как металлы построили города Наборы передали во все общеобразовательные учреждения На этот раз их получили 2800 первоклашек В этой книге есть ссылки, QR-коды Пройдя по которым, ребенок может выйти на рассказ о компании И о профессиях компании То есть по основным отраслям подготовлены еще видеоролики Где молодые специалисты заполярного филиала Рассказывают о своих профессиях, о своих предприятиях И там интересное видео, которое увлечет ребят Также в этом году специально для проведения акции Были подготовлены мультимедийные продукты Пятисерийный мультфильм «Уроки Нехрома» Созданный анимационной студией Под руководством творческого объединения «Другая среда» И мультипликационный фильм «Рассказ о профессиях» Созданный КДЦ имени Высоцкого При участии Красноярской мультистудии «Академия волшебников» Мультфильм содержит пять серий Где в этом мультфильме ребята встречаются с профессором Нехромом И он им также рассказывает о профессиях компании О том, где трудятся их родители О том, как из руды получают металл Я думаю, этот мультфильм будет интересен абсолютно всем детям Отметим, новый учебный год начался в 35 школах из 37 Это связано с тем, что в гимназии номер 11 По вине подрядной организации Не завершена замена системы теплоснабжения Занятия для гимназистов будут проводить на базе соседних школ 32-й и 40-й А учащиеся 28-й школы, в первом корпусе которой Недавно произошло возгорание Пока будут заниматься на базе 2-го корпуса А также близлежащие школы номер 31 Учебный год начался не только у школьников Двери аудитории распахнулись и для студентов Норильского государственного индустриального института Ближайшие семестры там будут особенными Во-первых, нашему вузу исполняется 60 лет Во-вторых, Норильский индустриальный ждет получения нового статуса университета Людмила Кожевникова узнала, почему первокусники выбирают наш институт А не едут учиться в другие города страны С сегодняшнего дня начинается съемка одного из самых важных фильмов в вашей жизни Студенчество Участие в котором приведет вас к вершинам выбранной профессии Студенты НГИ мелочиться не стали И 1 сентября решили начать сразу с вечеринки в голливудском стиле Во-первых, они уже не шкалеры Во-вторых, год у них предстоит насыщенный во всех отношениях Сегодня этот день настолько долгожданный всеми студентами, первокурсниками, преподавателями Потому как сегодня начинается новый учебный сезон Который действительно для всех студентов является ярким, незабываемым событием по всей жизни Я знаю, что в скором времени Норильский индустриальный институт получит высокое звание университета И те студенты, которые сегодня поступают в институт, они уже будут выпускаться из университета Смены статуса Норильский индустриальный добиваются уже несколько лет У Министерства науки и высшего образования для этого строжайшие требования Одно из них – не снижать показатели по количеству студентов и абитуриентов НГИ за последнюю пятилетку эту планку поднял Пять лет назад у нас было чуть больше двух тысяч студентов, сейчас их почти две с половиной тысячи У нас в этом году в полтора раза увеличилось количество бюджетных мест Поэтому количество студентов, поступивших сильно больше, чем раньше У нас впервые начался набор еще и на платное обучение В большем объеме, чем это было когда-то, даже при увеличенном бюджетном наборе У нас впервые появилось много иногородников У нас 10 человек поступили на дневную форму из других городов У нас впервые появились студенты, которые почти по 100 баллов понабирали по разным предметам И они хотят заниматься наукой Но у всех первокурсников свои причины выбора Норильского института Тут все зависело от моих баллов ЕГЭ Я, конечно, сдала их достаточно средние Тут много факторов То, что вузы имеют достаточно большую планку в баллах И еще то, что я здесь живу И мне ехать гораздо легче Причем стипендия приятная Потому что тут родители рядом, во-первых Во-вторых, то есть единственный институт в Норильске То есть ты на материк ехать не хотел? Я хотел, но сложились обстоятельства Нужно было остаться тут Прежде чем выбрать вуз, я очень долго рассматривала их И увидела то, что у этого вуза очень большое светлое будущее Скажем так, на работах и так далее В этом году в Нингии открыли и магистратуру по шести направлениям Так что бакалавриат здесь уже не потолок В выпускниках индустриального института Все так же заинтересовано градообразующее предприятие Что говорить, студентами и выпускниками С отличием этой альмаматор Является губернатор Челябинской области Алексей Текслер Заместитель председателя правительства Александр Новак Бывший губернатор таймырского автономного округа Олег Бударгин И губернатор Алтайского края Виктор Томенко Как правило, люди, которые чего-то достигают Они не обязательно хорошо учатся Но, как правило, они являются лидерами Как правило, они занимаются спортом И у них есть увлечение Много увлечений Но вот Томенко, например, он известен тем, что Он запросто может от начала до конца Прочитать Евгения Онегина Пушкина Впрочем, сегодня первокурсники об этом не задумываются Они знакомятся со своей группой, кафедрой и преподавателями А также получают главные на ближайшие годы документы Людмила Кожевникова, Евгений Журнов, Норильские новости В Норильске подводят итоги летних работ по асфальтировке Этим летом в городе асфальтировали дороги, дворовые территории Меняли тротуарную плитку и поребрики Также обсудили актуальную круглый год тему По вывозу разокомплектованных транспортных средств Работа по вывозу с городской территории Разокомплектованных и брошенных автомобилей проводится постоянно Этот автохлам мешает уборке дворов и улиц Создает угрозу детского травматизма Специалисты управления городского хозяйства Составляют перечень транспорта После чего в ГИБДД запрашивают информацию о владельцах На добровольный вывоз имущества им дается месяц По истечению срока, указанного в уведомлениях Брошенные авто вывозят на свалку В среднем по городу за весь период Вывозится порядка 200 единиц брошенного автотранспорта В этом году уже порядка от 80 до 90 единиц вывезено Работа не прекращается Вывод с автотранспорта работа идет круглый год Что касается асфальтировки, то в этом направлении Ударно отработали по программам комфортной городской среды и благоустройства Вообще общий объем за асфальтированной территории всех программ Это порядка 62 тысяч квадратных метров Более 62 на общую сумму около 128 миллионов Если сравнить с прошлым годом, то в прошлом году Это было порядка 8-10 тысяч То есть объем колоссально увеличен Обновление автомобильных дорог еще продолжается На сегодняшний день отремонтировано 79% от запланированных 130 тысяч квадратных метров В этом году достаточно большой объем выполнен работ на подъезде к Аганеру Большой участок автомобильной дороги Тысячековечная больница Продмак Устроена парковка Сегодня завершены работы полностью За исключением устройства разметки Озеленение клумб И тротуарные плитки На парковке около перинатального центра На обновление дорог предусмотрено более 397 миллионов рублей И еще 79 миллионов выделено на ремонт тротуаров и бортовых камней Закончить работу планируют к 30 сентября Ольга Ерухина, Анастасия Сидорова, Евгений Журнов, Норильские новости Норильские полицейские пресекли работу незаконного игорного клуба Азартными играми занимались в одном из домов Толнаха Полицейские установили, что клуб организовала местная жительница Из помещения, в котором был проведен обыск Кооперативники изъяли 15 мониторов, 15 системных блоков и 14 тысяч рублей Свидетели нашлись тут же В клубе сотрудники полиции застали троих граждан Которые подтвердили факт незаконной организации и проведение азартных игр Возбуждено уголовное дело И к этому моменту у нас все Следите за нашими новостями на сайте Норильск.тв В студии была Анастасия Сидорова Всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин